Продолжение следует... И уже много лет занимаюсь тем же, чем мы занимаемся. Мы все на этом вебинаре, рынками, торгую, пишу, аналитика, обучаю, все, что связано с рынком. И представлю компанию, которая представляет этот вебинар, это Морел Маркетс, контакты вы видите на экране. И, пожалуй, уже начнем, я включу MetaTrader. Неделя у нас не особо богата на всякого рода фундаментальные данные, статистику, только в пятницу выйдут американские данные по инфляции. А так, неделя достаточно скучная, но оно и видно. Сейчас просит установить плагин каждый раз. Секундочку, я его устанавливаю. Так, и после установки должно быть видно, проверка томок, разрешение и все. Включаем. Пока не видно. Разрешить. Вот сейчас должно быть видно. Запускаю и сразу же откроем этот трейдер. Вот он. О волатильности я уже говорил, или я говорил на курсе, я не помню. Вот видите, S&P, новый максимум, только что был тень, мы оставили. Но если сегодняшний день не считать, то за последние 11, даже 12 дней S&P находился в таком узком диапазоне, в котором он не находился последние 90 лет. То есть это самые рекордные 11 дней без какого-либо сильного движения. В самом узком диапазоне за много лет. Хорошая тень, что-то мне подсказывает, что у рынка нет особо силы идти вверх, идей нет особо идти вверх, сезон отчетности завершился. Вроде неплохой был сезон. Многие компании пытались даже очень хорошо, мы видели сильные движения. Это и Netflix, и Boeing. Вот у нас в терминалах есть, посмотрите на Boeing, что тут произошло. Это weekly. Сейчас я покажу на дневном графике. Просто огромный гэп из 212, цена улетает на почти 50-247. Хотя доход, по которому отчитался Boeing, был не рекордным, а даже хуже ожиданий. Прибыль увеличилась, ну и масса других параметров были у Boeing лучше, но оборот нет. Ну и Netflix я уже открывать не буду, улетел на новый максимум, на такой же отчетности они подключили 5 миллионов подписчиков вместо двух ожидаемых рынков. Что у нас остается в голом остатке? Сезон отчетности заканчивается, волатильность низкая, ФРС ничего серьезного предпринимать пока не будет. Скорее всего, на то указывает масса разных источников, начиная от трейдеров на Чикагской бирже, которые торгуют фьючерсом на ставки по федеральным фондам. И этот фьючерс с 98 вероятной процентностью указывает на то, что ставка ближайшее заседание 20 сентября. По-моему, 20 сентября будет неизменно, и в октябре будет такая же вероятность, высокая, практически 100%, что сохранят. И только в конце года, 13 декабря, с 49% вероятностью ставка будет повышена. Это мнение рынка вот здесь и сейчас, на данный момент. Оно в любое время может измениться, но вот пока такая тишина, отсутствие идей. Самое время, конечно, сделать коррекцию, но даже для коррекции нет каких-либо, тоже назовем, идей, повода какого-либо. Вот я покажу сейчас. Да, остается торговать по технике, которая очень даже неплохо работает по многим, по ряду бумаг, даже вот те, которые у нас в метатрейдере. По нефти, вот линии, которые нарисованы, кажется, что хаос, но вот нет, мы все-таки движемся между вот этими нарисованными линиями. И можно какие-то там 50 центов, доллар даже брать в этом диапазоне. Хотя вот вырисовывается такой клин, даже, может быть, на флажок не сильно похоже, уже картину флажка мы нарушили. Чем дольше будет длиться вот эта вот низкая волатильность, она уже длится с 20 июля. Чем дольше будет длиться эта низкая волатильность, этот боковик, тем сильнее будет пробой. И это правило на рынке я еще ни разу не видел, чтобы нарушалось как-то сильно. У нас по евро тоже тишина, показали новый максимум. Я больше люблю сейчас на выкли переходить по евро, потому что на Дейли, хотя нет, на Дейли тоже уже можно вернуться. Вот мы коснулись 1.17, ровно та линия, которая была нарисована до этого. Если мы пробьем, уже стоило бы покупать на 1.14, на 1.15. Но пока посмотрим, пока именно на данных уровнях нет ничего интересного. По фунту уже появляются интересные идеи. Нарисовали коррекцию. Очень странный момент был для коррекции, потому что заявления Банка Англии были, весьма интересными, весьма бычьями, или, как говорят, истребинами. И ожидания инфляции в районе 3%, 3% даже, не 2,7%, как раньше говорили, 3%. И заявления главы Банка Англии о том, что, скорее всего, ставка будет повышена на большую величину, чем рынки того ожидают. Вот прям так и сказал дословно. Все это, конечно, достаточно бычье. Должно было вылиться в рост фунта, но нет, фунт пошел вниз. Видимо, есть какие-то замечания, которые я не заметил, какие-то заявления или еще что-то. Ну и отлично. В целом-то я настроен по-бычьему. Осталось только найти точку входа. Давайте немножечко теханализом займемся и посмотрим, где можно ждать эту точку входа. Сейчас я отключу все инструментарии, которые тут есть, Lines и так далее. Ну, во-первых, давайте по поддержкам. Вот, наверное, неплохая поддержка от последнего уровня. 1,26. Ну, до него далеко еще целых 380 пунктов. Еще одна поддержка ближайшая. Вот здесь, наверное. Неплохой уровень предыдущий High. Вот минимумы здесь, максимумы снова минимум. 1,28, наверное, округлим. Больше похоже, что это 1,28. Сделаем жирный. И, наверное, все. И, наверное, все. Если уж ждать цену, то где-то вот тут, не раньше. Сейчас пока работает пробой вот этого уровня. Я бы раньше не входил. Ну, собственно, делать нечего. От продаж бы не торговал, потому что, на мой взгляд, все-таки бычьи были сигналы. И вообще весь тренд бычий. Вот обратите внимание, по классическому анализу все-таки мы находимся наверху. Мы только пробили краткосрочный тренд. Мы только пробили тот тренд, который сформировался в середине июня. И вот месяца полтора, до двух не дошло. И мы его нарушили. На этой неделе по англии, по-моему, торговый баланс, но он не важен. Так что всю неделю мы можем или корректироваться, или стоять на месте. Что, собственно, и хорошо. Движений сильных не должно быть. По крайней мере, основанных на фундаментальном анализе. Так что остается ждать коррекции, если она будет. Ловить где-то внизу фунт, ставить 100+. Для кого-то будут большие, тогда уменьшайте сайз. Для кого-то не очень большие. Ну вот разумно было бы встретить фунт между 1,28 и 1,28,50. Где-то там. А лучше разделить депозит. Депозит даже сумму, которую вы хотите в сделку вовлечь, разделить на 2-3 части. Кто-нибудь опылилый на 2. Купить сначала частью, потом, если продолжится движение вниз, второй частью. Не путать с усреднением. Это разные вещи. Ну и потом поставить 100+, даже можно 2-100+, на каждую часть поставить. То есть вы даете себе шанс 2 раза ошибиться на входе и 2 раза на 100+, ошибиться. Ну если уж совсем никто пошел против вас, ну окей, закройте. У вас 100+, допустим, один короткий, другой длиной. Слишком много линий получилось. Давайте вот это, например, уберем. Ну вот, на мой взгляд, выглядит картин именно так. Что еще интересное было? Из всего, что я говорил достаточно долго, Zara, ну или компания, которая управляет сетью Bershka, Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, неплохо выросли бумаги за последние несколько дней. Мы говорили об этом, что, возможно, натаптываем дно. Вот здесь этот уровень очень неплохо себя показал. 33 доллара, 50 центов. Ну примерно я округляю себя. Вот, мы несколько раз попытались зайти, не смогли сильно закрепиться ниже вот этого уровня. Даже, может быть, 33-40 сделаем. Сейчас. Вот. И хороший револок, двойное дно, тройное дно. Их много было, но вот схематически выглядит как двойное дно. У меня был куплен кол, если вы помните. Вот я не помню, 34-70, по-моему. И сегодня акции ITX, это Inditex концерн, выросли на полтора процента, по-моему, было. И мой кол заметно подорожал. Он сентябрьский, так что у меня почти полтора месяца. Третья, пятница, сентябрь. Хотя европейские опционы не знаю, когда истекают. Вот это один из редких случаев, когда у меня куплен опцион на европейскую бумагу, торгующуюся на европейской бирже. По-моему, Borsa de Madrid, он торгуется в Мадриде. Ну, в Tiki написано BN, рынок, то есть не на Америке. У вас-то в MetaTrader от Neomax все включил как бы в единую платформу, да, а у меня, хотя у меня тоже в единой платформе, но торгуется на разных биржах. Ну, для CFD это не актуально, не будет, возможно, включить. Хорошо, что еще бы я мог выделить? Да, тут, в общем-то, сработал, пока работает сигнал. Ну, для вас-то он точно сработал, потому что, когда мы говорили о дне, я говорил именно о спот-рунке, ну, вот нужно было брать. Сейчас, не знаю, кто не успел, может заходить, целый доллар-полтора выросли. Нет, доллар-полтора еще не было, на доллар целый выросли. Существенно. И Disney, пока что ничего интересного. Я покупал, по-моему, колы где-то здесь. Они сначала были в плюсе, я продал еще выше кол, 120-й, и мы откорректировались. То есть я не жалею, что продал 120-й, но пока конструкция по нулям. У нас по MACD тренд вроде уже начался, по LDX он уже развернулся, и RSI тоже успел развернуться обратно. Но мы глобально по вот этой картине, сейчас я еще даже сделаю выкли, что мне больше нравится обычно на бумагах, именно выкли, мы видим, что очень похоже, что если все рынки пойдут вверх, то Disney имеет все шансы продолжить движение вверх. Видите, такой хороший флажок, с 2011 года росли, даже не с 2009 росли, но с 2011 вот сильная волна, и рисуем, нарисовали флажок, попытались войти снова сюда, пока не получается, хорошая зона поддержки, ну и фундаментально бумага выглядит не очень-то и плохо. То есть средненькая такая бумага со средними показателями, мы как-то даже, по-моему, на вебинаре разбирали ее, и это была другая компания. Так, хорошо, что еще у нас есть? Так как фундаментала нет на этой неделе, особо данных нет, ну и Европа начала показывать рост снова, и КЭК-40 Франция, и Испания, и БЭКС, вслед за Америкой, хотя Америка, конечно, лучше это сделала за последние несколько месяцев, в то время как Европа корректировалась, Америка росла. Снэпчат, я помню, как-то аналитику писал, дно не дно, как раз где-то вот здесь, ну посмотрим, у нас, кстати, выходит отчетность совсем скоро, сейчас я точно уточню, когда, по Снэпчату, по-моему, 10 августа, если не ошибаюсь, да, 10 августа, после закрытия рынка, после завтра на закрытии рынка, Снэпчат отчитывается, ждут от него убытков, вот обратите внимание, 14 центов на акцию ждут убытков, посмотрим, что будет на самом деле, любая цифра лучше, чем, любой плюс, любая прибыль, это очень сильный отскок вверх, хотя никто не верит в это, я даже думаю, что убытки могут быть больше, потому что, с чего это Снэпчат, вот так быстро выходить, плюс, они сами-то на IP не ожидали такого, и писали об этом в проспекте эмиссии, так что вот уже после отчетности можно купить, ну и можно до, с большим таким риском, учтите, стопы вам не помогут, тут никак на Форексе торговля, только в определенные часы, и если произойдет гэп, а он обязательно произойдет, потому что отчетность будет 10-го числа, после закрытия рынка, и 11-го числа мы откроемся уже с гэпом, это когда у нас? Пятник, сюда получается 8-й вторник, 9-я среда, 10-я четвертая, а в пятницу утром, скорее всего, мы откроемся с большущим гэпом, разрывом, поэтому только на свой страх и риск. Что у нас тут еще? Давайте пройдемся по всем инструментам, потом общую ситуацию на рынке разберем, хотя, конечно же, ничего. Да, Apple показал новый максимум, совсем забыл сказать, что отчитался Apple, я, честно говоря, не забирал отчет, у меня конструкция была 170-й продан, нет, 170-й куплен, 200-й продан, я сегодня из-за маржи стал ее закрывать, хотя не стоит, ну что делать, брокер уже письма пишет, что маржи не хватает, маржинку может быть, поэтому закрыл то, что съедает много маржи. Apple съедает по опционам, 200-й куплен, надеюсь, что было продано, очень много маржи съедал, я закрыл. Это вообще нормальная практика, для большинства из вас, или для части из вас, может быть, выглядит немного психология, мы говорим, выглядит это, ну, руки не поднимаются, это делать, сейчас посмотрю здесь, алекс-трейдер. Ну, хорошо, Алекс, я потом отвечу, закончим. Закрывать позиции, закрывать позиции, ввиду того, что маржи не хватает, или опасно, или уже приближается к каким-то критическим уровням, должно быть вполне нормальной практикой, вполне такой стандартной, рутиной, есть правила, да, убыток, да, у меня часто в дневной, в терминале, день я закрываю с убытком, потому что не в мою сторону пошло. Но чаще всего, я даже заметил, это происходит тогда, когда я изначально нарушил стратегию, например, я покупаю один контракт, условный против, там, шести, да, обычно, иногда жадность заставляет меня делать против семи, иногда против восьми, и именно в этих случаях мне приходится потом закрывать один-два контракта, возвращаться к задекларированию, то есть к тому уровню, который требует система. Лучше б я, конечно, не нарушал. Но бывает, что и без этого. Вот сейчас NVIDIA у меня очень сильно зашли в тот, я врата профита называю, но это сложно сейчас рассказать. Я покупал бумагу NVIDIA, по-моему, сейчас посмотрим, где они находятся, сто семьдесят, да, сейчас цена NVIDIA. Да, я продавал сто пятидесятый и покупал, по-моему, сто двадцатый. То есть сто двадцатый у меня в хорошем плюсе, а вот сто пятидесятый мы уже зашли выше, сейчас сто семьдесят цена. И вот я потихонечку, потихонечку сокращаю, потому что, ну, сколько еще терпеть улыбка? Там уже даже не по нулям, там уже реально, убыток начинается. И вот каждый раз, когда он ходит против или в мою сторону, я откупаю по одному аукциону. Это делается для того, чтобы не рисковать один раз. То есть не один раз все закрыл и сказал, все, я ошибся, а потихоньку. Сегодня триста долларов убытка взял, завтра чуть больше или чуть меньше, пожалел, что вчера закрыл, или наоборот, порадовался, что вчера как-то эту часть закрыл. И так по чуть-чуть ты не ощущаешь этот риск. Вот я вам предлагаю всегда заходить несколькими этапами, разделить свою позицию, возможно, еще на две-три части, чтобы потом выходить тоже было комфортно, а не стоп-лоссом за один раз. Потому что мы никогда не знаем, где самая лучшая точка входа, мы никогда не знаем, где самая лучшая точка выхода. нервничать все равно нервничаем. Вышли там на 1.20, а он ушел на 1.22. И хочется дальше догонять рынок, особенно у начинающих так бывает. Окей, да, и вчера я закрыл ГЕС, ну вот в Инстаграме я скриншот сделал, у меня всего два скриншота по бумагам в Инстаграме, когда я покупал ГЕС на 12.72, хотя я раньше купил, просто фотографию сделал на 12.72, скриншот, и вчера закрыл. А вот сегодня ГЕС пошел еще выше. Ну, что делать, я из игры вышел, даже не переживаю, причем на 3% еще выше пошел. Просто я не учел одну вещь, сегодня Корс отчитался, Майкл Корс тоже из этой индустрии, нужно было все-таки дождаться Корс, и он отчитался очень хорошо, знаете, насколько сегодня акции Майкл Корс летели? На 22% за 1 день. Ну и ГЕС тоже как конкурент, ни в одной индустрии работает, просто Майкл Корс более люксовый, ГЕС-линия. ГЕС тоже вырос после того, как Майкл Корс показал хороший отчет. Хотя сам отчет я пока не разбирал, я пытался продать колы, 20 часов. колы продать, но ничего интересного наверху не было, то есть, да и маржи мало, ну и думаю, ладно, 22% за день это очень много, и всегда при таком падении или росте иррациональность появляется на рынке, что и делает мою модель интересный вход на рынок делает обусловленным чем-либо. То есть, рациональностью, улыбкой, волатильностью мы это называем на опцион. Так, хорошо, вернемся к Network Trader это был Apple, новый High, новый рекорд и все равно Apple не выглядит никаким пузырем, несмотря на то, что весь рынок уже достаточно сильно вырос. Кстати, отсутствие идей, проблема не только наша с вами, да, вот низкая волатильность, непонятно, что делать, все выросло, это и на Forex актуально, например, евро уже достаточно сильно вырос, непонятно, на чем он дальше будет расти, даже непонятно, на чем он рост там, допустим, после 1.15-1.14. Эта проблема актуальна и для Уоррена Баффета, например, у него в фонде, я писал об этом заметку сегодня, точнее, вчера ночью, у него в фонде накопилось 100 миллиардов свободных средств кэша, но кэша это не в смысле наличность в тумбочке, а просто свободные средства в долларах 100 миллиардов не размещенных ни в бумагах, ни в дебилигациях, ни в акциях, зная, мы все знаем, что Уоррен Баффет не любит, когда деньги не работают, то есть он даже к компаниям придирается, в этом смысле всегда говорит, что если у компании огромная наличность свободная, это говорит о том, что менеджмент неэффективный, не знает, куда пристроить. Так вот, если Баффет требует этого от компании, от менеджмента, то и сам должен следовать, но если он не следует, это не значит, что он нарушает собственные идеи, собственные учения, да, нарушает, но потому что нет на рынке никаких интересных инвестиционных идей, то есть Уоррен Баффет оказался заложником своих же требований к менеджменту, сидит со 100 миллиардами, и последняя сделка у него была вот в июне, я читал на Бунберге, он покупал какие-то две компании, занимающиеся недвижимостью, маленькие паи там были, я даже не уверен, что на миллиард тянули, и в начале года он добавлялся в Apple, увеличил свой пакет в акциях Apple, так что вот, все, 100 миллиардов лежит, он не знает, что с ними делать, так что не только у нас такие проблемы, не только нас волнует то, что происходит на рынках, точнее, то, что не происходит, отсутствие сильной волатильности, сильных идей, хотя время от времени бумаги выстреливают, вот сегодня Майкл Кос хорошенько выстрелил, ГЕС от минимума вырос, но у вас Метатрейдера нет, Боинг, кстати, тоже сильно вырос, ну и каждый раз, когда такие бумаги выстреливают, все меньше становится идей, и уже точно непонятно, что делать, я бы с удовольствием не отказался от хорошей коррекции на фондовом рынке, небольшой такой заварушки интересной, и волатильность бы выросла, и было бы что делать, потому что все, что я в начале года весной заработал, май, июнь, июль, сейчас все счета стоят на месте, кстати, я показываю все время свой счет, я сделаю и в этот раз, там небольшая коррекция, ну совсем небольшая, 142, да, почти, 141, 992, в среднем счет держался на 145, на 3000 упали, но это 2%, это немного, в основном из-за Тесла, из-за того, что нефть выросла, тут фонд Рус немножко, тоже, да, небольшой убыток, хотя там воздух явно, 33 путь при цене 31, стоят 4 доллара, а он должен стоить 2, ну и ладно, все это выйдет, и Тесла, вот 11 тысяч здесь минус нефть колы в основном, и пшеница пока ведет себя идеально, идеальная цена как раз была бы, если бы она осталась бы там, но целых 10-12 дней, вот уже 142, так что счет стабильно, можно сказать, держится, с небольшой просадочкой, ну и меня волнуют вот эти 20 тысяч отрицательной маржи, и если я сегодня не высовываю, же мне могут дать маржин колы, я даже не знаю, что закрывать, уже частично закрывал, а дальше просто смысла нет, руки не поднимаются, пускай брокер сам закроет, не уверен, что сегодня, потому что там, когда последний день приходит final notice, последнее предупреждение, пока что не было последнего предупреждения, хорошо, да, нефть, золото, хорошо, идем в нефть, но я уже сказал, что по нефти, немножечко подробно, давайте с газа начнем, помните, говорили, что треугольник, мы его можем пробить, сужение, чем дольше будем держаться, тем лучше, но пробили очень быстро, все равно же пробили, там, 287, и, лоу какой был здесь, внизу, 277, но это не очень много, все-таки там, сотку другую можно было заработать, я что сделал, купил 27, феджирующий, и продал 24, это видно хорошо, на, на Уикли, если это у нас, до Дели, на Уикли, хорошо видно, газ вообще очень хорошо ходит, мне очень нравится, тут, конечно, голова и плечи, может появиться, мы можем улететь даже на 2, и 3, на 2, но пока тихо, лучше отрабатывает теханализ, чем нефть, вот вы не поверите, но действительно, по газу, хоть никто даже не обращает, на этот инструмент, внимание, где-то он там, у вас, наверное, даже не смотрите график, больше нефть, золото, евро, но мне, как ходит газ, намного больше нравится, отрабатывает уровни хорошо. Вот, например, вот этот желтый уровень, 2,70, смотрите, это Дейли, он коснулся, не знаю, в ноябре 16-го, в феврале, в марте 17-го, и вот сейчас приближается, посмотрим, что будет на этот раз, пробьем или нет. Нефть, ну, нефть делать пока нечего, можно от 48-25 откупать, 48-25, 48-30 на какой-то отскок небольшой, на пробои я бы не стал торговать, потому что следующая станция уже 47-50, где-то вот здесь мы можем встретить эту линию, ну, небольшие уровни, не знаю, даже не понимаю, что делать, вообще-то я медведь, но не сейчас, временно давайте я перестану быть сильно медведем, точнее, где-то в голове у меня, конечно, менталитет играющего на понижение, и поэтому у меня слишком много колок продан опционов, но надо понимать, что сезон ураганов приближается, и мы не знаем, чем он закончится, как он начнется, это у нас август, сентябрь и октябрь, плюс сильное потребление нефти. Вот завтра, в среду, будет хороший звоночек, уже который, третий, четвертый, запасы снижаются, минус 7 миллионов было, 4,5 миллиона, полтора миллиона, посмотрим, что будет в этот раз, снизится ли в эту среду объем запасов нефтехранилищих, если да, то это уже подтверждает наш текущий восходящий тренд, ну окей, временно перестану быть медведем, но если запасы хотя бы немного выросли, то ничего уже не помогает, американцы качают, арабы уже свое сделали, опять уже свое сделали, американцы качают, и сезон не смог породить больше спрос, чем на рынке есть нефть. Ну излишки ушли, да, это видно, излишки ушли, и по запасам видно, и по заявлениям ОПЕК видно, но еще важно, Ливия, Нигерия, их не касались квоты, добыли ли они больше, но это я отслеживаю на Блумберге, то есть я не знаю, где это смотреть, у меня нет плац, у меня нет специальных терминалов, я это отслеживаю на Блумберге, время от времени они пишут по нефти, где там, сколько, хотя есть ОПЕК-ресурс, там можно смотреть достаточно оперативно. Так, Игорь пишет, что по нефти, а золото давайте, давно я золото не смотрел и не торговал, так как по опционам нет волатильности хорошей, то так, у меня даже по-моему закрыт был, сейчас я открою снова, мне кажется был, да, вот ГОЛД почему-то случайно закрыл, да, стоим на Вести, на Дейли, вот хорошо эта линия срабатывала, видите, как пункт в пункт, постоянно мы ее видели, или пробивали, или снова касались, вот снова находимся выше этой линии, мне кажется, делать вообще ничего. Покупки ограничены, там 1270-77, а пробой вниз может опять оказаться такой, кстати, это называется V-формация, да, такой, не ложный, просто краткосрочный, не знаю, абсолютно непонятно, что делать, наверное, торговать внутри каких-то очень краткосрочных, вот у нас был вебинар по золото, как раз тогда и говорили, что тренда нет, уже давно, так что приготовьтесь брать небольшие движения, совсем маленькие, это даже хорошо для спекулянта, и стопы короткие, и профиты короткие, то есть чаще можно зарабатывать. По пшенице Игорь пишет, что не понял, ну, тут нужно просто знать мою конструкцию опционную, я, собственно, говорил о том, что уже раньше обсуждал, что в идеальной точке у меня 450-й куплен, все, что выше мое, но еще и продан 450-й, ну, то есть тут очень сложная конструкция, которую даже на словах я не смогу объяснить, но что хотел сказать, когда говорили о пшенице, что она должна выстрелить, она действительно выстрела, хотя я поймал не с первого раза, помню, еще в апреле я покупал колу на пшеницу, но они ушли вниз, ну, то есть они не сработали, как утренний билет, да, невыигрышный. Потом я снова купил сентябрьский, и действительно пшеница просто очень сильно улетела, на чем я неплохо взял. Вот сейчас мы стоим выше отметки 450-455, где-то если мы закроемся в течение этих 13 дней, опционность текает через 13-12 дней, то будет идеально. Весь этот рост, который вы видите на графике, есть этот рост, у нас, кстати, в Адмирале есть пшеница или нет? Раньше была, нет, убрали, никто не торгует, они убрали. Что тут есть в терминале, давайте посмотрим, из фьючерсов, вот здесь внизу, сейчас я включу, есть биткоин, лайткоин, там рипл, что вот это, эксперт, что такое, это и есть рипл, эфир, биткоин кэш, старый биткоин, новый биткоин. Про биткоины можете меня не спрашивать, честно говоря, эта тема мне, ну, как минимум, неинтересна, я даже не знаю, что вам сказать. Наверняка в чате есть люди, которые лучше разбираются в биткоинах. Единственное, что могу сказать, те, кто в Таллине, приходите, в октябре будет, будет объявлена еще, будет конференция, посвященная этому самому, этому биткоину. Я буду модератором, там будут представители разных индустрий, связанных с биткоином, так что, все, что я могу сказать. Тут у нас я вижу новые бумаги, а нет, это старый, Orange, Телефоника, нет, пшеницы нет. Заль, конечно, что у нас есть в Китае, индекс доллара, ВИГ-20, это что, Варшава, так понимаю, да, Варшава, ну и остальное мы уже знаем. Окей, к сожалению. Платину, Палладиум, я даже не знаю, кто-нибудь торгует Платиной и Палладиумом. Поставьте плюс те, кто торгует помимо золота и серебра, Платиной и Палладиумом. Я вот сомневаюсь, что кто-то торгует. А, медь вот смотрите. Так, окей. И пару слов я хотел бы сказать. А, у нас уже времени мало. Смотрите, у нас был курс совсем недавно, три дня подряд, был курс по парному трейдингу, мы торговали, изучали торговлю парами, неплохие отзывы я получил. По-моему, Роман писал, что больше 10-11-12 человек было зачислить депозиты. Ну, в онлайне было постоянно 8-9, наверное, многие в записи смотреть собирались, потому что была и запись. Мне кажется, неплохо прошел курс, у нас были гости. Вот пока я находюсь в Испании, решил воспользоваться, пригласил трейдера, который торговал парным трейдингом. И он нам даже несколько идей интересных дал несколько сайтов, где можно отслеживать слияния будущие компании, которые сольются и, скорее всего, у них высокой корреляцией торговать именно этими бумагами. Очень интересная идея. Я пока даже не стал ее изучать, рассматривать подробно, но она мне действительно понравилась. Корреляция по таким бумагам всегда была и будет. Другое дело, как это использовать и часто ли это происходит. Но, вот у нас здесь есть терминал, который мы использовали для выявления пары. Вот, собственно, график, который у нас получился. Мы торговали индексом S&P против Dow Jones. То есть решили, что вот эта разница между Dow Jones и S&P. И так вышло, что эта пара, точнее S&P минус Dow Jones, эта пара очень сильно упала в последнее время и достигла каких-то экстремумов, ну, локальных. Мы решили, что так будет длиться недолго и купили эту пару разницу. То есть мы купили S&P против Dow Jones, так как у них очень высокая корреляция, но в последнее время Dow Jones обгонял S&P. Вот здесь, да, S&P падал, Dow Jones рос. Мы решили, что этому должен прийти конец рано или поздно и встали в обратную позицию. Нам все равно, куда пойдет рынок. По идее, S&P и Dow Jones очень сильно коррелируют, там чуть ли не 0.99, но временно произошло так, что Dow Jones отрос сильнее, и мы решили воспользоваться этим, встать в обратную позицию. А пока наша позиция пока на месте. Вот как у нас было, минус там 300, 400, до 800 доходило. То есть вы видите, здесь он уходил еще ниже сегодня, но был отскок вверх. Можно считать, или хотелось бы считать, что это первая ласточка, первая попытка рынка уйти в рациональную зону, то есть снова вернуть S&P на нормальные уровни, торговать его так же, как Dow Jones. Посмотрим, что из этого выйдет. Как только спреды восстановятся, на половине пути мы выйдем из 50% сделки конструкции и дождемся, а может и не дождемся вверх. Но мне кажется, что очень даже здравая была идея, очень даже интересная стратегия. Ну, она не нами придумана, она не новая. Вот Dow Jones, S&P мы еще и добавлялись. А также ExxonMobil против Chevron мы торговали, но пока там ничего интересного. Пара пока оба ключа в минусе. И там, кстати, есть комиссия, хотя по индексам нет комиссии, есть только своп. Кстати, вот свопы уже достаточно серьезно съедают, так что лучше эти конструкции держать недолго. До 10% заходит то, что своп скидает. Видимо, нужно перейти на внутридневную торговлю, например, в часовик, чтобы не кормить на свопах. Вот на часовике примерно такая картина происходит. Вот он на деле, этот отскок виден, и мы пытаемся вернуться вот куда-то вот сюда. И мне кажется, мы вернемся. Уж очень похоже на то. Для тех, кто не успел на этот вебинар, мы там подробно 3 дня по 2 часа минимум изучали все это. Не волнуйтесь, скоро будет еще один такой же курс, вебинар и курс по парному трейдингу. Мы решили с Романом, что опыт был хороший, людям понравилось, продолжим. Так что, наверное, в конце августа, вероятнее всего, или в начале сентября, будет еще один такой же курс. Ну и ознакомительный вебинар вместе с ним. Ну и заодно будем отслеживать нашу позицию. Потому что я знаю, те, кто ходил на этот курс, станут сейчас присутствовать на вебинаре. Будем вместе отслеживать. Не знаю, вы повторяли эту сделку или нет, но вот она у меня и в метатрейдере на демо счету, и вот в ТОСе эта конструкция вбита. Так что я буду приближать вас в курсе дела. Что еще хотелось бы сказать? Секундочку, если есть вопросы, пишите. Да, тут Алекс задавал вопрос. Посоветую какую-нибудь недорогую платформу для просмотра на СМИ опционных уровней по валютным парам и фишечной. Алекс, я как-нибудь в скайпе отвечу, потому что, ну, во-первых, тут другие платформы, не очень, наверное, было правильно о них рассказывать. И так-то у нас тут есть ТОС. Ну, без ТОСа просто никак парный трейдинг на других платформах. Поэтому я как-нибудь потом отвечу. Напомните, да я не знаю, что сейчас сказать. Апционные уровни я не отслеживаю, так что придется еще копаться. Так, вернемся в чат. Вернемся в чат. Ну, и кому интересно общаться с трейдерами, я писал свой скайп, добавляйтесь ко мне в скайп, я добавлю вас в общий чат трейдеров, у нас у 23 человека. Не сказать, что мы прямо сборно общаемся, но время от времени что-то интересное проходит. Да и сейчас лето, не все у компьютеров, жарко, думаю, что наберется человек тридцать, точно будем общаться, буквально все сделки обсуждать. Ну, и я обещал в скором времени все свои опционные сделки или просто идеи, или просто новости фундаментальные в этом скайп-чате, по крайней мере, публиковать. Ну, опять же, лето. Кстати, с моим блогом немножечко тоже задержка произошла, и вы не поверите, опять же, из-за лета. Я ведь хотел в каждом маленьком городке торговать со своим ноутом, сидеть, рассказывать о городе. Я, конечно, несколько репортажей собрал, фотогалереи набрал, но проблема в том, что под палящим солнцем сидеть бликом и торговать где-то в маленьком поселке испанском не очень-то удобно. Приходится ждать вечера, а солнце садится. Даже сейчас жарко, то есть ближе к закрытию рынка, и уже весь интерес пропадает. Ну, я наберу материал, а потом запущу блог, пока временно не стал я его делать. А то люди спрашивают, что с таким папсом я рекламировал свой новый проект, и что-то ничего там нет, два поста и все. Ну, вот есть на то причине просто технически выходить из дома в эту жару, где-то сидеть торговать. Ну, просто неудобно и некомфортно. Пару раз пробовал, я понял, что это просто мучение. Поэтому сижу вот здесь дома, иногда на террасе в тени торгую. Рабочий стол у меня такой интересный настроил. Я, скорее всего, буду собирать все фотографии своих рабочих столов. Вот такая трейдерская фишка, мониторы, рабочие столы, так как мы большую часть времени проводим именно в этой обстановке. Не знаю, как вы, но я даже кушаю за этими мониторами. Поэтому, так, время у нас подходит к концу. Добавляйте скайп, я уже давал адрес. Пишите на вопросы тех, кто спрашивал, когда будет парный трейдинг. Я, наверное, ответил. Точной даты нет, но будет, обязательно будет. Это даже не от меня уже зависит, я двумя руками за. Вот. И если нет каких-либо вопросов, мы потихоньку закончим. Четверговые тематические вебинары тоже будут продолжаться, просто опять же сейчас лето и особо-то идеи нет. Видите, какие рынки совсем скучно, грустно, волатильность сильно упала. Идеи бывают время от времени, я другие ресурсы пишу иногда, какие-то интересные вещи. Но для четвергового вебинара нам нужно, чтобы тема была, она касалась именно рынка Forex, большей частью, чтобы она была доступна вам, потому что у нас в терминале уже не весь инструментарий. Поэтому немножко список ограничен. Ну и вы мне, если поможете, подскажите, что торговать. Вы, конечно, подсказываете иногда, но некоторые темы, честно говоря, выходят тоже за рамки инструментария, за рамки даже моей компетенции. Например, те стратегии, которые я не использую, я не буду о них даже говорить, потому что я не тот человек, который сможет вам помочь. Вот парный трейдинг я использовал раньше в другой модификации и вот сейчас снова к нему вернулся. Я взялся за эту идею, потому что мне она очень нравится, она здравая, это такой арбитраж своего рода, на этом можно зарабатывать. Дисциплина, опять же, нужно как-то научиться, норовиться подобрать пары, корреляцию. Будут, конечно, сбои, будут ошибки, как без этого. Даже не ошибки, просто, ну, пошло не так, окей, сплет расширился, как на нефти бывало. Но это работающий метод. Поэтому я за него взялся, мы провели вебинар и курс. А, вот, да, спрашивает Андрей, что интересны экономики Зеландии, Австралии, для четверга, если что. Хорошо, интересно, да, интересно. Наверное, пару недель потребуется на это, я запишу сейчас себе. Будем разбирать, мы в таких общих чертах. Интересны на самом деле рынки, по крайней мере, с точки зрения вот инфляционного роста, который там был, ставок. Там совсем по-другому, ну, или немножко по-другому, как минимум, не так, как в еврозоне и в Штатах. Ну, и с этой точки зрения можно рассмотреть и австралийца, и новозеландский доллар. Есть пара интересных кейсов. Керри Трейд, например, на этих парах был в свое время очень даже нехилый. ЗТ, ГПА, если вы посмотрите пару, очень-очень интересный был случай, как раз я на него попал. Но это не очень-то давно было. Ну, по моим меркам, вот, отлично, Андрей, значит, у нас будет как минимум один человек, с кем нужно будет, ну, так скажем, советоваться во время вебинара, если человек этим занимается. Я давно не делаю это. То есть, Керри Трейд интересен сейчас, да, на новозеландце. Но с чем, например, вы делаете? С иеной или с какой парой? Я-то думал, Керри Трейд пока не возродился заново времена, когда Керри Трейд был актуален в седьмой год, до восьмого года, потом ставки рухнули. С канадцем сейчас делаете? Окей. Хорошо, хорошо, вот вам и тема. Разберем экономику Зеландии и Австралии, поговорим о Керри Трейде, о банках, резервный банк Австралии, резервный банк Новой Зеландии. Иногда там интересно. Раньше, кстати, я на опционах сделки делал глубокой ночью. Иногда бывают движения, ну, по нашему времени ночью. Иногда бывают серьезные движения из-за решений банков в Австралии. Ну, по Новой Зеландии, по мне даже опционок Новой Зеландец по австралийскому доллару. И я вот заходил на этих событиях. Ну, в последнее время что-то даже не смотрю. Есть ли вообще ликвидность какая-то? Есть ли какие-то движения? Стоит вернуться. Кстати, хорошее время для того, чтобы вспомнить старые инструменты. Ведь когда нет ликвидности, волатильности, ну, ликвидности есть, волатильности на S&P, каких-то привычных нам инструментах, то самое время вспомнить какие-то, ну, относительно экзотические инструменты. Вот хорошо напомнил Андрей, так что займусь этим. И один из вебинаров будет «Новый Зеландец». В общем, выделю себя, написал «Новый Зеландец» и «Австралийский». Ну, и всех жду в Скайпе. У нас мероприятия будут скоро. Ну, я не буду объявлять какие-то для нашей группы в Скайпе. Тут нельзя объявлять. И те, кто хотел записаться на курс по парному трейдингу. Будьте готовы. Скоро мы объявим новую дату. Мне очень понравилось, как прошел прошлый курс. Единственное, у нас не будет гостя, потому что я здесь до конца лета. Но если мы успеем в августе, мы еще раз пригласим гостя. У него еще несколько идей было, которые он не озвучил. Мы просто не успели. Он один день был. Так что, если у вас будет желание, просто пишите плюсики провести где-то в конце августа по парному трейдингу вебинара, потом еще курс к нему, то Роман заметит и форсирует процесс, ускорит. Окей, все. Всем удачи на рынке. Всем хорошего вечера. До связи. Хороших отпусков. Встретимся в следующий вторник. И, наверное, в августе как минимум один или два четверга мы займем. Один четверг посвятим новозеландцу и австралийцу экономикам этих стран. А второй я что-нибудь придумаю, что-нибудь интересное придумаю. А то давно у нас не было таких обучающих вебинаров. Я аж сам соскучился. Все. Всем спасибо. Всем удачи. Ставьте стоп-лоссы. Торгуйте аккуратно. Рынок никуда не убежит. Это я и себе говорю, и вам говорю. Рынок будет еще долго. Чуть ли не всегда, пока есть человечество. А мы, если наделаем ошибок, то можем остаться без депозита. Себе я это говорю, потому что у меня клиентские деньги, ответственность. А вам, потому что у всех, наверное, ограничены депозиты. Продолжение следует...